Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на открытии второго выпуска программы «Сады и огороды». И чтобы вы прочувствовали всю торжественность момента до конца, мы приготовили вам дефиле в главном атрибуте дачной моды – в шляпках. Встречайте! В дачной моде, как и в любой другой, есть свои тренды, друзья. Так вот, как вы уже, наверное, догадались, тренд 2017 года – солома. Поэтому в моде шляпки, домик ниф-нифа и еда коней. Ну что ж, пора начинать. Меня зовут Ирина Грядочкина, и я рада сообщить, что второй выпуск программы «Сады и огороды» объявляется открытым. Ура, товарищи! А теперь о серьезном. Пришло лето, и вышел новый номер журнала «Сады и огороды Приморья». На его обложке мед, но не путайте. Это не косметический журнал, поэтому не стоит искать на его страницах пробники с медом. Хотя, знаете, это же отличный пиар-ход. В дачные журналы можно класть пробники с ягодами или, например, обмазывать его страницы вареньем. Но сейчас не об этом. Одна из главных тем июньского номера журнала – кукушкины башмачки. Нет, это не птица в тапках. Такое оригинальное название дали цветочкам, потому что якобы они такие же пестрые, как перья кукушки. Но, тем не менее, эти цветы еще называют венериными башмачками, богородицыными сапожками, петушками и даже адамовой головой. Уж за какие такие заслуги – не знаю. Хотя американцы пошли в своих ассоциациях дальше и называют эти цветы макосинами. Интересно, что зацветают башмачки только на 18-м году жизни. А вот, знаете, правильно – ждут совершеннолетия. А то знаем мы этих пчелок-венителей. Им только одного и надо. Ах, бесстыдники-то, а! Кстати, кукушкины башмачки занесены в Красную книгу. И люди стали заботиться об их сохранении и распространении. И даже научились выращивать их на своих загородных участках. О том, как это сделать, читайте в журнале «Сады и огороды Приморья». А сейчас самое время перейти к другим темам. Кстати, о Красной книге. Она появилась в 1963 году. Создать ее предложил председатель Международного союза по охране природы Питер Скотт. Именно он придумал назвать ее «Красной», потому что «Красный» – символ опасности. Тем не менее, Советский Союз очень долго бил себя пяткой в грудь и утверждал, что именно он является инициатором создания Красной книги. Потому как, видите ли, цвет книги такой же, как и цвет знамени Советского Союза. Пф, что? Мне кажется, с таким же успехом японцы могли заявить, что они создали солнце, а китайцы – звезды. А вообще, что это Советский Союз остановился только на книге? Продолжили бы дальше. Слушай, а скажите, вы видели закаты? Они вообще-то красные. Это мы их создали. А еще кровь и вино. Слушайте, а классным выбрали цвет для знамени. Многое к нему подходит. Сегодня в Красную книгу занесено более 600 видов растений. Но защитники намерены их не только сохранить, но и приумножить. Например, в нашем ботаническом саду выращивают краснокнижные растения, а потом продают их людям на специальных ярмарках. Одна из них прошла еще в начале мая. Но не благодарите. Сейчас мы с вами совершим невозможное и отправимся в прошлое. Два раза в год осенью и весной в ботанический сад Владивостока можно прийти как в магазин и приобрести любой цветок или саженец, который выращивают сотрудники. При этом они дадут необходимые советы и объяснят, как лучше ухаживать за тем или иным растением. Вопросов очень много. Все спрашивают, кто про елочки, кто про розы, кто про сирене. Поэтому... Работы хватает? Работы хватает, да. Большой спрос удачников именно на редкие растения, и особенно на те, что занесены в Красную книгу. Например, некоторые виды рододендронов и ирисов, а также гинго. Последний представитель флоры вызывает особый интерес, так как считается, что существовало это растение еще во времена динозавров. Да я первый раз приехал на пробу. То есть посмотреть, как это получится, как это вообще приживется. А что взяли сегодня? Вот гинго, магнолию, зибольта. Багряник японский взял. Господи, что еще взял? Айву японскую взял. А это очередь за ирисами. Они, конечно, не краснокнижные, но, по словам дачников, товар все-таки редкий. По крайней мере, для Владивостока. Огромную коллекцию ирисов привозят на ярмарку садовод из Партизанска. Люди говорят, что некоторые виды цветов можно купить только у него. Поэтому стоят в очереди часами. А, здесь сортовые, здесь очень красивые. И какие вы хотите? Японские гибриды и бородатые. Я вот подумала, помните младшенькую Настеньку из сказки «Аленький цветочек», которая из заморской страны заказала папе растение. Так вот, я уверена, она была не скромной девушкой, а заядлой дачницей. Жила бы в наши дни, за ирисами бы стояла. Гордость ботанического сада – краснокнижная магнолия-кобус. Она начинает цвести раньше всех, и ее цветы похожи на большие снежинки. За этой магнолией дачники буквально устраивают охоту и раскупают саженцы в считанные минуты. Хотя ярмарка начинает работать в 10, в 8 часов утра у нас уже были наши традиционные покупатели, постоянные посетители нашей ярмарки. А те, кто не успел приобрести интересующий вид растений, может оформить заказ на официальном сайте ботанического сада и приехать за товаром в любой удобный день. А вот странно, почему есть красная книга растений и животных, но нет красной книги людей? Только представьте, что было бы на их страницах. Аккуратнее с Ивановыми, их на Земле осталось очень мало. Но, как мы знаем, люди на планете Земля не такая уж и редкость. Поэтому все же приходится бороться за сохранение других видов. Кстати, опять-таки в ботаническом саду для этого есть специальная лаборатория. Все редкости там хранятся в колбочках, среди них даже тропический, такие как россянка и мухоловка, которые питаются мисикомами. Эти растения планируют приучить к приморской почве и высадить на территории ботанического сада. А потом, возможно, даже будут продавать тропические редкости местным дачникам. В эту лабораторию растения, можно сказать, попадают по блату. Здесь могут находиться только эксклюзивы, которых на Земле осталось очень мало. Главная цель – постараться размножить их и вновь наполнить ими планету. Это барнарная японская, которую не могли найти много лет назад, но вот несколько лет назад наши сотрудники ее нашли в Хасанском районе. И вот она у нас уже в инвитро, то есть в пробирке. Ммм, нашлась, так трогательно. Размножают эксклюзивные растения микроколональным способом, то есть помещают маленькую ткань представителя флоры на особую питательную среду и следят за ее развитием. С помощью этого размножения мы можем получать здоровые растения, освобожденные от вирусов, да, мы можем получать много растений, мы можем сокращать сроки размножения растений, ну и плюс мы можем ввести с помощью этого метода селекцию при сохранении каких-то сортов, выведении каких-то новых сортов. В пробирке растения укореняются, потом их оттуда достают и адаптируют для грунта. Некоторое время за ними, как за детьми, пристально следят сотрудники ботанического сада. Когда они понимают, что растения прижились, начинают продвигать их в массы и учить дачников за ними ухаживать. Вы знаете, что такое крыш? Аберсий? Если значения этих слов вам непонятны, значит, вы не жили в Киевской Руси. Так издревле наши предки называли крыжовник. В России этому растению еще повезло, потому что, например, во Франции его называют тонстячком. Представляете, какой-то неленивый человек посчитал, что во всем мире более трех тысяч сортов крыжовника. Большинство из них привычные для всех кустарники с шипами. Но оказывается, еще в 16 веке в Англии вывели бесшипные, неколючие сорта. Для Приморья этот вид не новый, но встречается все же на местных загородных участках нечасто. Хотя некоторые садоводы без бесшипного крыжовника свои сотки даже не представляют. Борис Федорович Борисов – единственный в Приморье обладатель самой крупной коллекции крыжовника. На его участке разместились почти 30 сортов. Просто мне интересно испытывать все эти новые сорта. И у нас здесь на побережье климат для этих крыжовников просто замечательный. Они здесь растут и плодоносят. Крыжовник коллекционер выращивает уже более 30 лет. Среди обилия видов этого растения на даче Бориса Федоровича есть и так называемые бесшипные сорта, на ветках которых нет иголок. Особенность всех этих бесшипных крыжовников – то, что у них ягоды мельче. Вывели такие сорта для того, чтобы удобнее было урожай собирать. Потому как на некоторых растениях шипы бывают в два, а то и в три ряда. И до ягод добраться достаточно проблематично и травмоопасно. Правда, по словам коллекционера, плоды у крыжовника с шипами намного вкуснее. Черный негус. Шипы огромные, видите? По 2 сантиметра и больше даже, наверное. Вот они, стройные. Но у них ягоды голубые. Самый вкусный крыжовник. Самый колючий. А вот рекордсмен по крупности ягод – шиповатый вид крыжовника под названием «Лондон». Его плоды весят без малого 60 граммов. И бывают даже больше, чем, например, киви. Чтобы были сладкие плоды, крыжовник надо выращивать на солнце. Солнце и полив. Солнце и полив. И хорошие сорта. Новые, которые имеют иммунитет к американскому ученисту России, их не надо опрыскивать. Интересны и названия сортов. Челябинский изумруд, командор, казачок, орликин. И это только малая часть крыжовника в коллекции дачника. А в мире существуют виды с названиями колобок, заяц в кусте, красный нос и даже красивая жена мельника. Оказывается, в каждом научно-исследовательском институте существует специальный отдел, где люди придумывают названия сортам растений. Ох, вот это работка! Как же они там, бедненькие, справляются! Примечательно, что коллекционер не только знает названия каждого вида, но и историю их появления и распространения. Здесь сейчас Останкино, башня Останкинская, у них там были теплицы, даже стеклянные, хотят стекло, баснословно дорого стоило в те времена. Но они построили теплицы и выращивали там крыжовники. Выписывали из Европы там, из Англии ездили, обменивались при Иване третьем, при Иване четвертом. К слову, все сорта крыжовника растут одинаково и не требуют каких-либо излишних ухаживаний. А ягоды у всех видов созревают одновременно, примерно в конце июля. Пришло время вновь взять в руки журнал «Сады и огороды Приморья», ведь совсем недавно его редакция для читателей провела праздник «Дачный бум». Пока не появилось это веселое городское событие, многие, возможно, думали, что «Дачный бум» — это когда ты идешь по загородному участку, ничего не подозревая, а в это время в траве тебя поджидают грабли. Ты их не замечаешь, и они тебе бум! Я, как шуточный критик, должна заявить, что многие шутки ведущей можно закапывать в землю. Получилось бы отличное удобрение. Если позволите, я продолжу. Так вот, наш «Дачный бум» — это песни, танцы, викторины и веселое времяпрепровождение. Заядлые дачники с многолетним стажем, новички-любители и те, кто пока только присматривает загородный участок. Всех этих людей объединил праздник «Дачный бум». На фестивале нашлось занятие каждому, ведь он рассчитан как на взрослых, так и на детей. Потому что организаторы понимают, сами надо готовить, может, и летом, но вот к дачам — с молоду. Взрослых привлекла выставка продажи экологически чистых продуктов, диких и домашних растений, саженцев и всевозможных товаров для дач. К тому же они внимали советам профессионалов, которые рассказывали, как правильно выбрать семена, грамотно ухаживать за различными культурами и в чем же секрет богатого урожая. Также у нас проходит мастер-класс по пересадке орхидей и по уходу за комнатными растениями. Детей же больше привлекало то, с чем можно поиграть, и те, кого можно погладить. Поэтому они с удовольствием фотографировались птенцами и кроликами. А возможность подержать зверей на руках вызвала у маленьких дачников особый восторг. Несмотря на разный возраст посетителей фестиваля, все участвовали в викторинах и конкурсах. В подарок они получали сертификаты в дачные магазины и полезные вещи для домов и загородных участков. Сегодня мы можем видеть результат, что у нас очень много людей, на которых мы не рассчитывали, что такое количество придет. Это не может не радовать. Значит, то, что журнал «Сюда и огороды» читают, любят, и у него есть своя, конечно же, аудитория. Фестиваль «Дачный бум» проходит уже второй год подряд. Это площадка, где люди могут обменяться опытом и понять, что дачи – это не только хлопотно, но и довольно весело. К тому же праздник является своеобразным символом открытия дачного сезона. На этом наша программа заканчивается. Но напоследок, знаете, хочется пожаловаться. Дело в том, что я, как многие другие девочки, всегда мечтала попасть на обложку глянцевого журнала. Но, оказывается, это сделать сложно. Что уж говорить, если даже в дачном журнале конкуренция не в мою пользу. Видите, меня подсидел мед. А я напоминаю, друзья, что июньский номер журнала «Сады и огороды Приморья» уже в продаже. Читайте его все, ведь там все-таки медом намазано. Меня зовут Ирина Грядочкина. Удачи на грядках! Спонсор программы – сеть магазинов «Зеленый исток». Каждый дачник должен знать, где товары покупать. Чтобы садом наслаждаться, яркой клумбой любоваться, чтобы каждый день и час грядки радовали глаз. Инструменты удобрения пригодятся без сомнения. Весь садовый инвентарь – приходи и выбирай. Для тех, кто в этом знает толк, сеть магазинов «Зеленый исток». Продолжение следует...